Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анжелика Григорьева. С 20 по 24 мая приглашаю всех стать участниками 12-го Чебоксарского международного кинофестиваля. Как хорошо, что на нашей чувашской земле каждый год проходит такое яркое и значимое событие. Нам, жителям республики, представляется уникальная возможность встретиться с великими артистами, актерами, музыкантами. С большим удовольствием представляю гостя в нашей студии. Александр Сергеевич Пашутин. Заслуженный артист Российской Федерации. Народный артист России. Обязательно добавлю. Актер театра и кино. А также почетный гость кинофестиваля. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте, Ангелик. Разрешите начать беседу с небольшого блицопроса. Ну, давайте. Хорошо. Короткие вопросы, короткие ответы. Самое лучшее, что произошло с вами в этом месяце? В этом месяце, ну, во-первых, был День Победы. И для меня очень важный день. И важно, что я был в концерте в Кремлевском дворце съездов. Мы пели песню с Сашей Носиком. Вот. Это важно. Что еще? Да так все хорошо. Главное, что ничего плохого не было. Самое главное. Без каких трех предметов вы не выходите из дома? Четкий. Телефон. И хорошее настроение. На какой возраст себя сейчас ощущаете? Ой, мне стыдно говорить. 37. Ну, прекрасно. Ровесник мой. Петь или танцевать? Вместе. И петь. Коктейль вместный. И пить. Ну, наверное, больше петь все-таки. Бег или плавание? Теннис. Угу. Одним из ваших увлечений является чтение. Что из последнего прочитали? Из последнего? Гений разведки Николая Долгополова. Потрясающая книга. Очень интересная и поучительная. И продолжите фразу. Я люблю кино за то, что... Я люблю кино за многое. За то, что оно дало ощущение свободы. Ощущение... Мы все хотим, чтобы тебя знали. Одним словом не скажешь. Ощущение, честно скажу, финансовой какой-то независимости. В театре этого нет. В кино это есть. И, наверное, за то, что у нас эта любовь обоюдная. Я люблю кино. И кино любит меня. Я правильно понимаю, что родители долго не думали над именем. Уж больно оно созвучно с именем русского поэта. Конечно. И имя как-то предопределило вашу дальнейшую судьбу? Вы большой знаток литературы. Любите чтение. Это все сплетни. Я не большой знаток литературы. Я люблю читать. У меня хорошая библиотека. Но это я могу долго рассказывать. Я люблю. Но времени на это порой... Как в одни сутки. И теннис, и плавание, и читать, и учить роль. И идти к студентам. Я курс сейчас веду в Театральном институте имени Кобзона. И вот как-то и внуки, и жена. И вот это все вместе в одни сутки не уезжает. Но Александр имя все-таки в честь поэта, да? Да. Папа уходил на фронт. Он сказал, чтобы был... Тогда же не было вот этих... Как сейчас можно полоопределить, знаете? Вот папа уходил на фронт и сказал маме, чтобы была либо Сашенька девочка, либо мальчик Саш. Но оказался мальчик Саша. Александр Сергеевич, вы выпускник Воронежского Суворовского военного училища. Закончили его, но продолжать карьеру военного не стали. Почему? Там было не совсем так. Я учился пять лет, а потом я подал рапорт и ушел. Пять лет отучившись, это много. Потом два года учились в Суворовце. И я хотел быть артистом. В Москву в родную приехал. Была студия при театре Станиславского. Типа как сейчас колледж. И там учились Инна Чурикова, Витя Павлов, Никита Михалков. Вот уже тогда вот, кто хотел быть к театру, вот тогда... Мы участвовали в спектаклях театра Станиславского. Уже там варились. Чтобы уже тогда было понятно, будет студиец, пойдет он дальше оттером или нет. Потому что это такая штука очень, знаете, очень многие не снимаются, а учатся, а потом судьба не складывается. По разным причинам. По причинам удачи, таланта, трудолюбия. Очень много причин. Но вы же в 17 лет закончили, я так понимаю, да? Да, да, да. Потом была... Нет, чуть позже. Потом школа-студия МХАТ и далее, как я говорю, со всеми остановками. Никогда не думали, не жалели о том, что вот бросили? Нет, нет, нет. Потому что в Суворовском училище я... Ну, если чуть дальше взять, был хор Локтев у меня до этого, ансамбль Московского городского дома пионеров. Я пел, даже был солистом одной песенки, что было почетно. А в Суворовском училище я пел, был уже, ломка была, мутация голоса, да, мутация, по-моему, мудреное слово. И там был у нас кружок, драматический кружок. И мне понравилось, я пришел. И там мне Капитолина Максимовна, актриса театра, драматического театра в Воронеже, вот она мне эту инъекцию ввела, вот этого театрального дела. И мне так понравилось, и я решил, буду артистом. И вот что-то так вот... Пошло. Ну, все от него. Все от него. В прошлом году вы отметили 75-летие. Да. Есть разница между празднованием своих юбилеев 20 лет назад и сейчас? Любите свои дни рождения вообще? Да вы знаете, такого как бы особого юбилея не было. В 75-х... Где же я был-то, не помню. Сейчас, как я его отмечал. Я помню 70-летие. Мы с женой поехали в Горим. А 75 лет... Вот память, я уже забыл. Я забыл. А что, где я был-то? Что-то было, да. Где-то праздновали мы. Вот в вашем репертуаре более 200 ролей. Всем известны фильмы. Я немножечко так пройдусь по ним. Премия, Небеса, Обетованная, Анкор, еще Анкор, Сыщик, Хождение по мукам, экипаж. Парат Планет мой любимый. Да, Парат Планет, Гордомарина, Вперед и так далее. Вот спрашивать о любимой роли не буду. И сейчас... Можно я вас перебью? Да, да, да. И сейчас уже по каналу Культура прошла одна из моих любимых картин. Три сестры Грымова, где я играю. Господи, мужа Наташиного мужа. Вот вылетела персонажа. Я посмотрел на вас. Вы такая красивая. Я потерял речи и забыл, кого я там играл. А я так скажу, надо скачать в интернете этот фильм и посмотреть. Так ведь он в доступе. Да, он есть. А недавно был просто по каналу Культура. Был этот фильм по каналу Культура. Четыре серии было. Очень люблю эту картину. Очень. Посмотрим. Посмотрите, правда. И вот спрашивать о любимой роли не буду. Кулыгина. А, Кулыгина. Все, вспомнил. Я играл там Кулыгина. Хорошо. Спрашивать о любимой роли не буду. Каждая все равно, она дорога по-своему вам. Но мне интересно, какая роль далась вам сложно? Вот пришлось отдать больше сил и энергии. Скажу. Ну, был фильм Хатиненко «Гибель империи». И вот там у меня две сложнейшие роли генерала Григорьева. Сложнейшие роли. Ну, в каждой роли вынимаешь, знаете, кишки, что называется, кишки наружу. Но вот там, во-первых, компания такая была замечательная. И Маковецкий. В общем, вот так там было-то всего два дня. Но они прям надо всего в себя надо вывернуть. И мне там сделали один потрясающий комплимент. Потрясающий. Поделитесь. Вам по секрету. Да. Мне сказали, Александр Сергеевич, вот фильм хороший. Все играют хорошо. А вас как будто бы оттуда взяли и сюда вставили. Понимаете, о чем говорю, да? Ну, это высокая оценка. Как персонаж. Взяли вот так. И вот как выживого вот вставили сюда. Это, конечно, для меня дорого стоило. И вот у вас был случай, когда Ильдар Рязанов сказал, вы все прекрасные артисты, но вот подумайте и принесите то, что ваши персонажи взяли бы с собой на другую планету. И тогда кто-то схватил в топку книг, кто-то глобус, а вы пошли к директору автобазы и попросили снять для съемок со стены портрет Ленина. Тем самым не только всех удивили, конечно, но и переиграли даже. А вот как сейчас бы вы ответили на этот вопрос? Вот если бы вам предстояло три месяца провести на необитаемом острове. одному. Что бы вы сейчас взяли? Сейчас бы, что я взял. Ну, понимаете, вы задаете такие вопросы, я понимаю, над которыми надо думать, думать, думать. Что бы я сейчас взял? Ну, не портрет Ленина, это точно. Ну, да, да, да. Да. Вы знаете, наверное, трудно сказать, если из-за одной... Наверное, Пушкина, Томик Пушкина. Да вы что, правда? Наверное. Ну, вот я что думаю, я люблю музыку Чайковского, Рахманинова. Ну, это все такие как бы штампы. А вот так, ну, наверное, кто-нибудь сказал бы, что Библию. Ну, это неправда. Я бы не взял Библию, потому что я не так хорошо ее знаю. А вот Томик, дорогого Александра Сергеевича, я бы взял бы. А если бы мне сказали бы, Александр Сергеевич, а возьмите пять книг, тогда бы я взял и Булгана. И там и есть, чтобы было чего взять. А кого любите из классиков? Кого можете вот сейчас прям немножечко нам процитировать? Вы знаете, ну, трудно сказать. Вот начинаю читать Евгений Онегин и прям дальше, 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 дальше. Александр Сергеевич, расскажите о своей семье, потому что знаю, она у вас большая. И вот что ценно для вас в общении с родными и близкими? Что ценно. Они меня любят, и они прислушиваются к моему мнению не всегда. И между нами есть вот эта связь. Очень важно, чтобы была такая родственно-дружеско-любимая связь. Вот чтобы вот это было. Вот нельзя ее терять между поколениями. Но я думаю, что у меня с ними есть эта связь. Давайте скажем, что у вас супруга и семь внуков. Да, семь внучат. Две дочки, семь внучат. Три внука и четыре внучки. Богатый, богатый дедушка. Ну вот чтобы так сказать, чтобы все за одним столом такого ни разу не было. Да, потому что у одних своя семья, одни живут там, другие там, и все заняты. И работа, и учеба, и понимаете. Кто-то в институте, кто-то уже закончил институт. Вот Сашка ходит в детский сад. Там Зиночка в первый класс. А что, чем могла покорить ваше сердце супруга? Вот какие качества важны для вас? Понятно, что мы... Я ее любил. Она очень красивая. Вообще, я люблю красивых женщин. Но, вот я однажды смотрел передачу, сидят три девчонки. И одна говорит, знаешь, вот когда ты увидишь, с ним познакомишься, ты посмотри, какие у него часы. Посмотри, какая у него обувь. Посмотри, на какой машине он приехал. Это одно поколение. Мое поколение было. Ты... А где он учится? В МГУ? На журфаке, с ума сойти. В МАИ? В физтехе, с ума сойти. Он аспирант, понимаете, да. Немножко другие были ценности. Ну, мы когда с женой, вот... Ну, понятно, она мне сказала... И сейчас вот все-таки вот это материальное для нее главное. Для меня, мне жена сказала, мне от тебя ничего не нужно. Я просто хочу с тобой жить. Ничего у меня от тебя не нужно. Вот это была ключевая фраза. Ну, там многое все. Ну, вот одно из... Когда тебе женщина говорит, нет, тебе ничего не нужно. Я просто хочу с тобой жить, быть рядом. Или когда спрашивают, сыт ли ты? Да, потому что остальное все уже... Ну, будет-будет, но не будет-не будет. Ну, так жизнь складывается, знаете. Мы знаем, богатые семьи, у них все есть, и живут в несчастье, бьют морду друг к другу, и ходят с синяками, с побоями, потом по судам, значит, размахивают всякими постановлениями судов. Ну, это... Это не ваша история. Это не моя история. Потом, наверное, другое поколение. Черт их знает. Я даже в этом не разбираюсь. У меня нет времени, чтобы понимать это. И вникать вообще в это. Вникать в это. А вот Любовь Викторовна, ваша супруга, она любитель делать сюрпризы, насколько я. Вы отвечаете ей тем же? Вот, например, я тоже, как и вы, Водолей. О, каково число дня рождения. И у меня, например, 25 января. А, а у меня 28-го. Опа! Вот так встретились. Да. И, например, вот мне сложно жить в этом мире без сюрпризов и чудес, ярких красок. И при этом чудеса, они случаются не только со мной. И я должна тоже дарить сюрпризы, подарки своим родным и близким. Я от этого тоже получаю удовольствие. Вот насколько вам дорого внимания родных? Ну, дорого. Но я к этому как бы... Ну, есть оно и есть. Я как-то к этому привык. И внимание, оно по-разному может быть. Когда позвонят, дед, как дела? Как тебе, что, чего? А так, в общем-то, ну, все как-то идет, как и идет. Вот расскажите про Любовь Викторовну, про ее сюрпризы. Откуда? Откуда столько фантазий? Ой, да, да. Ну, знаете, не каждый день сюрпризы бывают. Не каждый день, конечно. Но бывают иногда, да, сюрпризы. Что-то такое купит то, от чего ты даже не ожидаешь. Или что-то сделает то, чего ты не ожидаешь. У меня была однажды история, когда, ну, правда, когда она сказала, вот пойдем, значит, день рождения, никого не будет, мы с тобой вдвоем побудем. И я спокойно к этому отношусь. Я спокойно отношусь к всяким пиршествам, празднествам. Я не люблю быть... В центре внимания? В центре внимания не люблю быть. Рядышком, да. А некоторые, вот, тоже природа. Это мы такие водолеи. Мы же скромные, правда, с вами. И вдруг она говорит, ну, пойдем, мы заходим в какое-то там, какое-то кафе, там темно, я ничего не понимаю. Я вхожу, раздеваюсь, и темно, вдруг зажигается свет. Куча народа и друзей. И народу полно. Все сидят, никто не опоздал. Я прям там ахнул. Ну, было же приятно. Сидели как мыши, конечно, конечно. И спросить про наш город, конечно, хочется. Вы успели, кстати, с экскурсией-то пройтись? Вы знаете, нет, но вот видит Бог, мы приехали. Мы приехали, во-первых, меня удивила идеальная чистота. Эти улицы, я все искал, ну, в машине их, ну, где хоть бумажки нет, ну, может быть, спичку, хотя уже спичку нет, я не видел, но бумажки нет. Мне поразила очень какая-то такая архитектура красивая. Увидел, только мы выехали, там увидел церковь новую, церковь, ну, эти золотые купола, они так хорошо вписывались. Потом еще одна церковушка, тоже так вот на дорогу едешь, и она вот так там построена, очень хорошее место выбрано. Как-то, мне кажется, очень уютный город, в нем уютно жить. И потом на берегу Волги, конечно, вот Волгу очень много значит для такого города. Он не в степи где-нибудь там, среди, а вот на берегу Волги, конечно. И он развивается, строит шикарные дома, вообще потрясающие. Ну, я первый день, ну, мне очень понравилось. И в каких проектах вы заняты в настоящее время, и каковы ваши творческие планы на будущее? Во-первых, завтра у меня творческий вечер. Я волнуюсь. Вы знаете, я творческий вечер, я пишу в программе, творческий вечер на артиста, при участии Чехова, Гоголя, Давида Самойлова, Кедрина и других достойных людей. Чтобы люди знали, что я не буду рассказывать о том, как я плавал в холодной воде, понимаете, вот всякую такую фигню нести. А я читаю Чехова, вот эти произведения этих авторов. 21 мая у меня будет вот этот творческий вечер, так что приходить, я думаю, скучно не будет. В шесть часов в кинотеатре сесть. Да. Теперь, значит, что важно было. Меня пригласили, я уже сыграл Урбенина в мюзикле «Хищники». Это по Чехову «Драма на охоте». Да. Был знаменитый фильм, значит, «Латяну». Вот, мы уже сыграли этот спектакль, я там пою, там мюзикл. Ну да, 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 «Хищники» можно посмотреть, значит, там есть уже реклама наша, мы один раз сыграли, вот в конце июня будет еще один спектакль. А дальше, вот если пригласят нас к вам, приедем к вам. Мне это интересно. Пока это, с фильмами пока боюсь говорить. Спасибо, Александр Сергеевич, за беседу. Спасибо вам. Вам я желаю дальнейших творческих успехов и еще долгие годы радовать нас своим актерским мастерством, актерской игрой, своим талантом. Ну, я, как это, в фильме, замечательная реплика, в фильме «Ко мне Мухтар». Помните, он постарается. Он постарается. Ну, а наших телезрителей приглашаю окунуться в мир киноискусства. Пусть 12-й Чебоксарский международный кинофестиваль подарит всем нам немало незабываемых впечатлений. Приятных встреч и открытий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин